За звание лучшего соревновались более 30 человек. Восемь команд из разных областей играли в футбол на автогрейдерах, в баскетбол на погрузчиках, разравнивали грунт. А водители экскаваторов показали ювелирную точность. По условиям конкурса они должны были сбить стоящую бутылку с водой после нескольких оборотов. А это уже игра с мячом. Массивный грейдер мастерски подхватывает спортивный снаряд, везет его к сетке и забрасывает в корзину. Такие маневры занимают немало времени. Точность и аккуратность эти качества помогут не только стать лучшим, но и пригодятся в дальнейшей работе. Мы сегодня должны повышать престижность рабочих профессий. И в первую очередь в дорожной отрасли. Потому что времена, когда представляли на дороге человека в телогрейке, в оранжевом жилете и в кирзовых сапогах, наверное, давно прошли. Сегодня это высокомеханизированные работы, которые требуют высокой квалификации. Лучших работников дорожной отрасли выбирали в четырех номинациях. Лучший машинист фронтального погрузчика, автогрейдера, самосвала и экскаватора. Участников ждали не только практические, но и теоретические задания. Первые места в своих номинациях заняли Владимир Морозов, Николай Балашов, Александр Калугин и Дмитрий Мишин. Победители получили не только дипломы и ценные призы, но и возможность представлять дорожное управление Москва-Бавруйск на втором этапе конкурса. А если повезет, в финале Всероссийского чемпионата профессионального мастерства, который пройдет в Санкт-Петербурге. Евгения Павлюкова, Александр Егоров. События Орловской области.